У нас в гостях профессор, доктор наук Сергей Павлович Морозов, главный вирситат специалист, департамент здравоохранения и Минздрава. Сергей Павлович, мы сегодня с вами провели уже большой круглый стол, медток, полтора часа. Ажиотаж нереальный совершенно. Я такого не видел очень-очень давно. То есть настолько люди заинтересованы в новых технологиях, в радиологии, в рентгенологии. Почему? Почему? Почему туда все тянутся именно? Потому что мозг привык воспринимать зрительные образы, потому что мы в основном доверяем информации, которую получаем через орган зрения. Она нас очень убеждает. И в том числе пациентам. Я как врач-рентгенолог многократно в своей практике бывал в ситуациях, когда врачи, коллеги, клиницисты, хирурги, терапевты, кардиологи, особенно врачи каких-то пациентов, очень требовательных пациентов, просили меня вместе с пациентом посмотреть на исследование, на изображение, чтобы рассказать пациенту, а что выявляется, а что это собой представляет. А показать, где находится предстательная железа, или связки коленного сустава, или бронхи. Для того, чтобы пациенту коммуницировать результаты и повысить комплоентность лечения, чтобы повысить желание пациента следовать назначаемому лечению. Но лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Поэтому, конечно, зрительные образы привлекают. Мы ориентируемся на зрительную информацию, мы доверяем зрительной информации. И множество методов диагностики, то, что называется medical imaging, то есть получение изображений, сегодня стали ближе к пациентам. Потому что, в отличие от предыдущего аналогового периода, периода граммофонных пластинок, мы быстро шагнули, перепрыгнули практически период дисков и оказались в цифровом пространстве. Когда все эти изображения, они не где-то на полках, а они в личном кабинете пациента. В Москве во всех поликлиниках оборудование, получающее визуальную информацию, подключено к одной информационной системе. И эти данные поступают в личный кабинет пациента. Можно себе скачать, загрузить эти изображения. Поэтому снимки стали ближе. И люди хотят понимать, конечно же, что на этих снимках, как их использовать, что будет дальше происходить со специальностью, как развивается специальность в мире. Мы все очень хотим и очень зависим от изображения. Я вспоминаю эпоху, когда только-только мы стали говорить про 3D-реконструкцию. Помните, какое количество даже врачей стали в это погружаться серьезно? В том числе неврологи, как раз кардиологи и другие специальности. Потому что действительно вот эта картинка, которая стала масштабная, которая стала объемная, стала заинтересовывать. Но с другой стороны, меня несколько пугает то, что действительно мы сейчас очень много привлекает картинок, все это зрелищно, но в суть очень многие не погружаются. Вы обращали внимание на то, что ряд современных врачей, они очень много знают на поверхности, но если чуть глубже копнуть, то там есть проблемы. Знаете, один коллега, хирург, мы с ним обсуждали пациента, и что-то обсуждали еще вообще про методы получения изображений, и у него на негодоскопе стоял снимок традиционного размера с напечатанными, наверное, это было где-то около 30 кадров компьютерной томографии. И в углу была одна 3D-реконструкция. И он мне сказал, вы понимаете, ну вот это, разве все это КТ? Вот КТ, сказал он, показывая трехмерную реконструкцию. Это все не КТ. Понимаете, то есть, конечно, это очень плотно вошло в инструментарий специалистов, хирургов. Прежде всего, именно использование трехмерных изображений. И хирурги, грамотные хирурги, они просят или требуют, или заказывают у диагностических отделений предоставить им трехмерные изображения, чтобы понять взаимоотношения органов, чтобы понять взаиморасположение опухоли и каких-либо жизненно важных, значимых структур, чтобы спланировать операцию. Это действительно необходимо. Поэтому, с одной стороны, мы относимся к 3D-изображениям как к игрушке, потому что очень часто коллеги говорят, что дайте нам 3D-МРТ. Мы говорим, слушайте, ну, извините, 3D. Зачем? Надо просто хорошие тонкие срезы, потому что тот навык, который использует врач-рентгенолог, вот это вот движение мышкой вверх-вниз или прокручивание мышки в кинорежиме просмотра компьютерной томографии. Ведь когда врач смотрит таким образом на серию всех изображений, 500 изображений, например, и вот мы их пролистываем вперед-назад, мы в голове выстраиваем трехмерную картину. Нам для этого не надо делать 3D-реконструкцию. Мы можем по аксиальным томограммам, прокручивая их, понять, где как выглядит, какая патология. Тем, у кого этот навык в силу профессиональных компетенций просто не нужен, так не используется, лучше показать трехмерную картинку. Она, конечно, очень убедительна. Сегодня это используется в реконструкции сосудов, ангиография. Вы сегодня, Пол Порезель показывал, да, сегодня прекрасные реконструкции, которые вам как раз, кстати, очень близки как специалисту. Это может быть трехмерная реконструкция печени, особенно важно для того, чтобы спланировать сегментарную резекцию, понять, какая есть анатомия, как подойти к тому или иному образованию. Поэтому, конечно, обучать коллег надо, надо объяснять, надо быть максимально открытыми. Вот самые успешные сейчас рентгенологи, это те, кто очень живо реагирует на запросы хирургов. В чате, в ватсапе. Мгновенно. Ну, насколько возможно. Я это просто вижу постоянно, ежедневно. Конечно, конечно. А вот скажи-то, а покажи, а вот так, а еще уточни. И очень много даже вы можете увидеть в социальных сетях запросов от коллег, а где вот есть рентгенологи, с которыми можно посоветоваться, показать картинки, потому что непонятно, почему у нас появились программы ПЭТ-КТ для рентгенологов, смежной специальности, компьютерная или магнитно-резонансная томография для неврологов. Потому что востребована, конечно, интерпретация изображений специалистами, которые назначают эти исследования, чтобы точнее понять, чтобы самим разобрать. Это не значит, что они будут писать подробный протокол, за который клиника получит деньги по ОМС. Да, да нет, не обязательно. Но врач-хирург должен понимать, как на GPS максимально картину во всех взаимоотношениях, чтобы лучше всего провести операцию. И это, кстати, навык особенно молодых врачей, которые могут, понимают, как использовать такие инструменты. И быстрее реагируют. Быстрее реагируют, быстрее внедряют. Хотя есть и прекрасные пожилые специалисты. Я помню, в личной моей практике в Центральной клинической больнице мы устанавливали ПАКС-систему. И в том числе ставили пожилым рентгенологам, которые описывали, например, урограммы. И вот мне врач говорил, что, ну вот смотрите, говорит, ну вот же снимок. Ну смотрите, как здесь видно все детали. А вот то же самое на мониторе. Ну не видно же так хорошо. Прошло одна или две недели. И я вижу, как пожилой врач, прекрасно владея мышкой, все смотрит на мониторе и уже не использует никакую пленку. Мы поначалу просто отторгаем что-то новое защитным рефлексом, а потом... С одной стороны, да, Сергей Павлович. С другой стороны, вовсе нет. Если касается именно рентгенологов, радиологов, вы из той специальности, где врачи реагируют быстрее. Потому что хочется постоянно что-то нового, новой картинки, нового какого-то апгрейда, апдейта, еще чего. То есть вот эти слова, они больше относятся как раз к этой специальности. Я сегодня уже озвучил этот кейс, но хочу озвучить сейчас вновь для наших зрителей, которые смотрят, потому что это очень важно. Это то самое исследование, которое показали, вернее, это тот самый клинический случай, который показали в журнале The Heart. Буквально 4 дня назад опубликовали случай в Сеуле. Мы сегодня с вами его обсуждали, когда женщина подойдет с типичной картиной острого коронарного синдрома, и, казалось бы, нужно делать стентирование. Потому что ей сделали компьютерную томографию, как бы мы дальше поступили, скорее всего, сделали бы ангиографию и застентировали. Они поступили иначе. ПЭД с аммонием, ФФР посмотрели, да, фракцию резерв. И после этого они решили, что там оказывается не 70, а 55. Медикаментозная терапия, 3 года наблюдения и бляшки нет. И на выходе вот эти все технологии, они нам очень и очень помогают. Как они внедряются у нас, и вот немножечко еще как раз, как они внедряются, и как нам будет помогать искусственный интеллект. Да, но действительно, по поводу этого случая, хорошая операция – это не сделанная операция. Иногда, зачастую, пациента лучше не трогать. Мы все знаем огромное количество лишних аппендектомий, когда можно провести обследование, в том числе и ультразвуковую или компьютерную томографию, чтобы действительно установить правильный диагноз. И не делать операцию – это сложно. Самый сложный диагноз нормы. Врачу-рентгенологу всегда очень трудно, да и любому врачу трудно поставить диагноз нормы. Потому что все время, ну, что-нибудь найдем, да, практически здоров. Практически, да, такая оговорочка, на всякий случай, да, подстраховаться. Вот, поэтому и методы диагностики, которые позволяют не просто поставить диагноз. Нам часто кажется, что мы стремимся за диагнозом. Мы не за диагнозом стремимся, мы стремимся за следующей точкой принятия решения. Что делать, вот это дерево принятия решения. Но в этом дереве все-таки, конечно, рулят деньги. Потому что если клиника получает оплату за количество проведенных исследований, хочешь, не хочешь, а клиника стремится сделать побольше исследований. Так работает система оплаты за услугу, в том числе в рамках системы ОМС. Если клиника получает деньги за количество операций, клиника тоже стремится выполнить план операций. И не всегда операция выполнется по показаниям. Есть модель идеалистическая, к которой стремятся системы оплаты за результат, как в московской программе по ведению беременности и родам, когда клиника получает оплату только после того, как ребенок родился, еще прожил определенный период, и только тогда наступает оплата, а не за количество посещений. Вот это новая модель, которую ввел московский фонд ОМС. То есть женщина приходит на все визиты, получает клиника небольшие суммы за гарантированные государством услуги, а всю сумму, которая положена по ВМП, по тарифам, получает уже только после того, как ребенок родился и прожил определенное количество дней. Это важно, это мотивирует на результат. Соответственно, если работают не просто такие сознательные кардиологи, как вы, которые ищут лучшего для пациента, а если еще и финансовая система настроена так, что она позволяет вам не думать. Вы знаете, классика наша на истории болезни, на титульном листе написано, коммерческий пациент, все побежали. Нельзя этого делать. Не должен врач вообще думать о том, что это коммерческий или некоммерческий пациент. Для вас важно, что это пациент, которому надо помочь найти для него оптимальную комбинацию. Вот система оплаты должна способствовать этому. Сергей Павлович, это мы немножко все, к сожалению, идеализируем. Хотелось бы так, разумеется. Но вот если прибегнуть к этому кейсу, к этому случаю, ну послушайте, ФФР, компьютерная томография, ПЭД с аммонием, внутрисосудистый ультразвук, это бешеные деньги совершенно. То есть я полагаю, что все-таки это эксклюзивный случай даже в Сеуле. Но невозможно каждому пациенту. Ну а сколько при этом, надо же сравнивать, сколько при этом стоит стентирование, дальнейшая реабилитация, которую еще наверняка назначат, а психология человека, которая понимает, что у него уже стенд, уже значит, а вдруг будет рост и нос, а надо же дальше делать контрольный стенд, понимаете, это кажется в моменте. Вопрос как, просто все это известно в бизнесе. Lifetime value, стоимость клиента на всю жизнь. Живую стоимость пациента на всю жизнь. Вот сейчас в моменте мы что-то сделали, а еще ведь и пациенты иногда хотят, говорят, как не сделали. Помните тут, я не знаю, если у нас время позволяет. Позволяет. Краткий анекдот, когда в очереди, очередь к пророку, у кабинета пророка, заходит, человек вползает, пророк не глядя, говорит, встань и иди. Встал и пошел. Пошел, выходят, люди у кабинета говорят, ну как? Он говорит, да никак, говорит, вообще даже не послушал меня, даже давление не померил. Знаете, мы иногда, конечно, мы иногда хотим процесса, а не результата, и пациенты хотят чувствовать, что с ними что-то сделали. Как МРТ не сделали? Как МРТ не сделали? Голова болит, МРТ не сделали? И мы подходим к самому главному как раз, Сергей Павлович. Наверное, будет последний вопрос как раз. Вы прям зацепили такую основную часть не только, кстати, пациентов, но и ряда наших докторов. Действительно, головная боль, давай все гнать на магнитную резонансную. Хорошо, что с годолинием всем еще не делают поголовную. И вот мы даже сегодня несколько посмеялись с нашим зарубежным коллегой, то, что есть такое понятие Total Body Scan. Вот эта кнопка, которая нажимает, потому что пациенты приходят и говорят, мы хотим все тело, все, PET всего. Как переубедить наше население, наших пациентов, и самое главное, первичное звено терапевтов, что этого делать не надо? Для этого существует система поддержки принятия решений, и на ассамблее этому уделено очень много внимания. Вот самый центральный, один из двух центральных стендов, он как раз посвящен этой тематике. Сейчас правительство Москвы очень много разрабатывает таких систем или находит их на рынке и дальше внедряет для того, чтобы при назначении исследования у врача, грубо говоря, загорался светофор. Зеленое такое исследование назначить можно, красное такое исследование назначить нельзя. Не надо при возникновении головной боли тут же пациенту назначать МРТ. Это абсолютно необоснованно, это пустая затрата денег. Желтое надо уточнить, может быть, требует, не требует. Вот такие системы, увязанные, естественно, со стандартами оказания медицинской помощи, это однозначное решение. В США теперь в страховой медицине существует принцип, что клиники, которые... То есть вообще клиники не могут войти в систему страхования, если у них нет установленной системы поддержки принятия решения, как защиты от переназначения исследований. К этому же достичь эту цель призвано, например, и подушевое финансирование. Но мы знаем, что при подушевом финансировании очень часто вообще ничего не назначают, чтобы сэкономить деньги. Поэтому важно, конечно, и убеждать, и объяснять, и бесценно то, что делают очень многие заведующие отделениями или врачи-диагносты, которые бесконечно просто рассказывают, рассказывают направляющим врачам, тут направили правильно, тут направили неправильно. Дают эту обратную связь, чтобы обучать коллег. Это тоже имеет огромное значение. Вот, собственно, в этом и состоит. Защита от переназначений, потому что их много. То есть надо обучать пациента, обучать направляющего врача и включать в информационную систему вот эти стандарты выбора методов диагностики, СППВР. У нас еще есть пару минут все-таки. Я сегодня был несколько обескуражен одним из ваших слайдов в отношении, как же дела обстоят по записи в отношении Великобритании. И в частности, то, что вот вы озвучили и показали слайд, что в Японии многие даже не расшифровывают компьютерную томографию. Орентгеновские исследования в основном, да. Как так происходит? И почему люди, скажем, в Великобритании спокойно оттутся к тому, что надо подождать 20 дней, а у нас надо прямо сейчас и прямо здесь? Ну, это образование пациентов, которое, конечно же, бесценно для того, чтобы пациент был полностью информированным и понимал, на что он может рассчитывать. У нас сейчас слишком много посыла на федеральном уровне о том, что вот вам все бесплатно, вот все. Все это сколько, да? А все это что? Но при этом, с другой стороны, люди как антитезис противопоставляют, что да ничего нет бесплатно, да. Да ничего и не надо. Да, да, или вот, понимаете, то есть есть вот это противодействие каких-то полярных сторон и нет четкости понимания, а что же действительно я как пациент могу получить. В этом смысле, ну, хорошо, а где эту информацию узнать, да? Ну, вот есть какие-то медицинские организаторы, там надо пойти что-то выяснять. Надо, конечно, идти к пациенту. И здорово, когда есть сайты понятные, информационные, личные кабинеты пациентов, в которых можно четко выбрать и понимать, вообще на что можно рассчитывать, что можно получить. Знаете, тогда у людей нет никаких проблем в части сроков ожидания. Тогда человек понимает. Вот экстренное заболевание, да, значит, надо... Что-то экстренное, да, это угрожающее жизни, прямо сейчас. Что-то неотложное. Да, это надо лечить, но не прямо сейчас, да, это не может, не требует непосредственно хирургического вмешательства, например. Дальше есть плановые. А что такое плановые? Почему обязательно завтра? А мне удобно, например, сделать это через неделю. Короче говоря, вот именно сейчас же существуют новые федеральные цели по срокам обследования пациентов. И это правильно, потому что, с одной стороны, конечно, это очень жесткие сроки, но к обеспечению этих сроков надо подходить тоже, ну, скажем так, креативно. То есть, не просто всем бежать быстрее, а действительно выбирать и делать. Тем, кому срочно, делать срочно. Что делать, какие исследования. Ну, попробуйте цепочку всевозможных, как в клинических рекомендациях, просто перечисленных, как в учебнике, все методы. Ну, попробуйте все это сделать за 7 дней. Невозможно. Так давайте определим, что из этого принципиально важно. Например, это может быть ПЭТ-КТ при выявленном онкологическом заболевании. Вот этот метод определит, действительно, определит следующую стадию лечения. А человеку зачастую в современном здравоохранении говорят, вот вам 18 исследований, которые вам надо сдать. И потом вы придете к ПЭТ-КТ. А потом придете. Да, ну, на ПЭТ-КТ такого вот в московской правильной ОМС нет. Нет, я не к тому, что как раз с ПЭТ-КТ это все неплохо. Но сначала вы сделаете ЭКГ, все анализы, рентген и так далее. Говорят, а зачем это надо, для чего это надо, а зачем весь этот набор ЭКГ, функции внешнего дыхания и так далее. Знаете, это иногда скорее такой защитный барьер или консерватизм. И мне очень приятно, что, например, в московской практике детских исследований, вот я сам приезжаю в Филатовскую больницу, мне говорят, да, мы формально по приказам должны у пациентов перед МРТ под наркозом, у детей, взять вот такой перечень исследований. Но они противоречат друг другу, у них сроки действия ограниченные. И мы понимаем, что родители просто не могут обеспечить, что вот эта справка была там длительностью одна неделя. И врач говорит, и мне, как анестезиологу, ренематологу, мне надо реально вот это, это и это. Поэтому, пожалуйста, можно параллельно собирать там всевозможные исследования, но делать сначала то, что наиболее информативно, и за счет этого сокращать срок для диагностики. Пример с ПЭТ-КТ, где-то МРТ, где-то другие исследования. Поэтому вот эти краткие пути, клинические пути, это тоже то, что требует стандартизации. И здорово, когда стационары идут как раз навстречу пациентов, сокращая вот этот объем предварительных сборов информации, быстрее пациента принимая, определяя, что делать дальше, что экстренно, что в плановом порядке, и так все работает лучше. Спасибо большое, Сергей Павлович. У нас в гостях был Сергей Павлович Морозов, профессор, доктор наук, главный внештатный специалист по лучевой инструментальной диагностики Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава Российской Федерации. Большое спасибо. И я думаю, что мы непременно, конечно же, увидимся в следующем году. Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok